Мы живем с вами в удивительное время, друзья. Когда только появились кнопочные телефоны, казалось, что это вершина технологий и лучше уже быть не может. Однако прошло каких-то несчастных 10-15 лет, и сегодня мы не представляем нашу жизнь без гаджетов, которые порой умнее человека. Что такое 10, 15, 20 лет в масштабе истории? Это ничего. Это пшик. К чему это я, друзья? Это я к тому, что что-то грядет. Что-то грядет. Я давно об этом думал, но, однако, не думал, что это начнется настолько быстро. В общем-то, та информация, которую вы сегодня услышите, способна по-настоящему изменить вашу жизнь. Подписчики моего канала знают, что я такими громкими словами просто так не разбрасываюсь. Поэтому настоятельно рекомендую досмотреть этот ролик до конца. Говорю вам. Здрасте, а мы начинаем. Наверняка вы знаете, что с каждым днем шанс блокировки YouTube становится все больше и больше, поэтому приглашаю вас в свой телеграм-канал, дабы не потеряться. А также заранее позаботьтесь о VPN-сервисах, потому что YouTube, наверное, для вас сейчас это основная площадка, где вы смотрите контент. Ну и дабы не прерывать суть повествования, сразу скажу, что несмотря на обесценивание рубля, цена на мой обучающий материал по инвестициям остается прежней. Поэтому для вас он стал еще более доступным. Ну и, конечно же, по традиции я делаю скидку 35% на 4 дня. Сейчас очень неплохое время для того, чтобы начать разбираться в этой теме, поэтому кому интересно, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с подробностями. Начать я хочу очень издалека, позже вы поймете, к чему это я. Древние времена, когда еще денег как таковых не было, как люди торговали друг с другом? Все просто, был простой обмен, то есть муку меняли там на дрова, мясо на пшеницу и так далее. Как быть в ситуации, когда мне нужны дрова, но отдавать за них молоко я не хочу? Тут-то как раз таки и придумали первые деньги. Поначалу они существовали в виде монет из ценных металлов, бронза, серебро, золото. Эти монеты оказались также неудобными, потому что, сами понимаете, ценные металлы, они не бесконечные. Так и появились бумажные деньги. Однако, что такое бумага? Это же просто, ну, бумажка. Почему она обладает ценностью? Потому что люди привязали эту ценность к стоимости вот этих как раз таки монет. То есть люди договорились, да, условно говоря, что вот эта бумажка равняется там одной золотой монете. В общем-то, золотой стандарт существовал достаточно долго и казалось бы, что это идеальная модель, да? Что деньги подкреплены настоящей ценностью в виде ценных металлов, золота, серебра там и так далее. Однако, почему эта модель оказалась не такой уж идеальной и от нее отказали в 71-м году? 71-м? Да похуй. Тут в игру вступает такая штука под названием инфляция. Все мы ее прекрасно с вами знаем, друзья. Да, зачем она нужна? Казалось бы, это же плохо, да, когда деньги обесцениваются, но нет. Чтобы вы понимали, предположим, что у нас в мире дефляция. Обратный процесс инфляции, да, когда деньги наоборот с каждым днем только ценнее и ценнее становятся. Посудите сами, зачем вам покупать сегодня чашку кофе за 100 рублей, если завтра вы на эти 100 рублей можете купить 2 чашки кофе. Соответственно, люди бы хранили у себя деньги, старались бы меньше тратить, соответственно, экономика бы встала. Вот чем важна умеренная инфляция. Собственно говоря, золотой стандарт в этом случае как раз-таки оказался неким балластом, потому что золото, ограниченное количество, его нельзя просто вот так вот взять, да, и напечатать там из воздуха. Соответственно, и ликвидности на рынке меньше, инфляция меньше, экономика медленнее. Вот почему и отказались от золотого стандарта. Назревает резонный вопрос, если раньше деньги были подкреплены настоящей ценностью, да, в виде золота, то чем сейчас они обеспечены, почему они сейчас ценные? Объясню, давайте на примере как раз-таки США и России. Вот почему доллар это мировая валюта, да, почему у нас все в долларах считается? Потому что экономика США самая сильная на планете, потому что там существуют независимые суды, там существует бизнес-климат, соответственно, туда стекаются все капиталы, там безопасно. Именно поэтому доллар такой ценный. И как раз-таки давайте рассмотрим ситуацию с Россией. Почему рубль такая валюта? Потому что у нас нет всех этих показателей, потому что у нас нет независимых судов, потому что у нас коррупция процветает, да, потому что инвесторы не чувствуют себя в безопасности. То есть, возьмем иностранных инвесторов. Придет он в Россию, да, проинвестирует, ну там, я не знаю, купит недвижку, там, вложится в какой-то бизнес. И бац, какая-то сработает там коррупционная схема, что-то еще там пойдет не так. И все, его просто кинут через хуй. Куда он пойдет? В какой суд он пойдет? Его везде будут отфутболивать и так далее, понимаете? Понятное дело, что я утрирую сейчас, но в теории такое может быть. Представить, что такое будет в Америке, да, на Западе вообще в целом. Согласитесь, шанс этого меньше. Именно поэтому рубль вот такая валюта, да, потому что нет веры в нашу экономику. Но есть вера в экономику Запада, в экономику США. Однако, друзья, все может поменяться в самое ближайшее время. Объясню почему. Все мы понимаем, да, что на фоне вот нынешнего конфликта, да, между Украиной, Россией и все в этом духе, мы сегодня по возможности не будем затрагивать политику, это чисто такой околоэкономический выпуск. Короче, все вы знаете, что миллион санкций против нас вводят, там, будут просто кучами эти санкции, да, валят и валят. Смысл в том, что да, это, конечно же, бьет по экономике нашей с вами страны. В первую очередь по нам, по простым людям, да, спасибо. Но это также, это также бьет и по их экономике, по западной экономике, потому что их компании уходят с нашего рынка, они также теряют доходы, они также теряют прибыль. Мы же все это с вами прекрасно понимаем. Также по последним новостям США ввели запрет на экспорт нашей нефти. И в целом были наложены санкции на многие банки, в связи с чем расчеты за природные ресурсы, да, которые мы продаем на Запад, они усложнились. А все мы с вами прекрасно знаем, что на Западе сейчас также не самые лучшие времена. Инфляция после коронакризиса, да, мы помним, что у нас еще был коронакризис недавно, в США включали печатные станки, просто на Западе все печатали деньги для того, чтобы спасти и поддержать экономику в период коронакризиса. Соответственно, на рынке создалось много ликвидности, да, много денег, и инфляция разогналась до каких-то немыслимых масштабов. Чтобы вы понимали, до всех вот этих нынешних событий инфляция в США, официальная инфляция в США была больше 7% в долларах, вы понимаете? В то время как в России в рублях, опять же повторяюсь, до вот этих нынешних событий, инфляция была официальная около 8%, ну то есть плюс-минус одна инфляция. В долларе целевая инфляция 1,5-2%, понимаете? Это уже огромная проблема для Америки. И сейчас, наряду со всеми этими санкциями, с ограничениями наших поставок, наших природных ресурсов, вот у меня табличка есть, у вас на экране сейчас появляется, это доля российских ресурсов вообще на мировом рынке. То есть вы видите, что Россия это достаточно весомый игрок на мировых рынках. Параллельно с этим в Европе, помимо инфляции, да, повышенной, также наблюдается дефицит газа, который как раз таки поставляет Россия. Сейчас у нас в России штормит, да, по поводу вот этой всей ситуации. У нас экономический такой шторм и вообще тотальная неопределенность. И на Западе сейчас пока что там просто ветерок, но ждите, что там тоже будет буря. Причем буря такая неплохая. По последним данным, я последний раз смотрел, пару дней назад, цена на газ подскочила, просто взлетела на 60%. Вот последний раз я смотрел, на 60% взлетела цена на газ. И все это почувствует абсолютно каждый житель Европы. Потому что это же они и платят-то, да, за него. И тут получается такая засада. С одной стороны, инфляция уже разгоналась до немыслимых каких-то масштабов. С другой стороны, нужен газ, нужны деньги, чтобы его покупать. То есть, непонятно, останавливать печатный станок, чтобы остановить инфляцию, да, чтобы сдержать ее, повышать ставки и так далее. Либо же, либо же наоборот, как бы опять поддерживать экономику, потому что нужны, нужно покупать ресурсы. Нужны деньги на это. Я уж молчу про долги Европы и США. То есть, вы понимаете, что у них сейчас ситуация-то тоже назревает такая нехуевенькая. Но даже это, это, ну, не то чтобы цветочки, но, короче, есть более весомый еще аргумент. Все мы прекрасно с вами знаем, что наряду со всеми этими миллионами санкций Евросоюз и Соединенные Штаты Америки заблокировали средства Центрального Банка России. Почему это важно? Это первый случай в истории, когда такой крупной стране, такому крупному, да, Центральному Банку блокируют средства. И это, на самом деле, очень важно в перспективе будет. Почему? Потому что сейчас, да, сейчас вот эти все страны, они сейчас смотрят и, да, пальчиком раздят, ух, да, Россия там такая плохая и так далее. Но они же тоже не дурачки. Они все это, за всем этим смотрят и наматывают на ус, что теперь безопасный средств, да, который раньше, ну, просто была вообще незыблемая, да, что вот это средства, это твои, ты там положил их, да, проинвестировал в зарубежные активы. И все, это твое. Никто не может отнять, там, заблокировать, заморозить. А теперь это не так. А теперь это, друзья, не так. И руководство других стран сейчас за этим очень пристально наблюдает. И, поверьте, произойдет частичный, понятное дело, что они не побегут все оттуда, понятное дело, но частичный отток капитала, да, хеджирование рисков, оно будет. Добавьте к этому уже имеющиеся нынешние проблемы экономические, да, на Западе. И мы с вами получаем картину, что теперь главный вот этот фактор, почему все капиталы сливаются, просто стекаются на Запад, безопасность. Он сейчас пошатнулся, вот этот фактор, понимаете? Это наталкивает нас на мысль, что произойдет частичная децентрализация. И непонятно, сейчас, конечно же, никто не знает, да, не может предсказать, как повернется экономика мировая, да. То есть это не просто, это не просто мировой, там, кризис, да, очередной, которых уже куча была до этого. Нет, нет, финансовая система сейчас дала трещину. И это очень важно, очень интересно, как повернутся события. Кто-то может сказать, что сейчас лидирующей экономикой в мире станет Китай, да, что туда польются все активы и так далее. Но на самом деле я бы не делал на это прям какую-то весомую ставку, потому что у Китая свои политические риски, да. Вот фляга свистанет у этого, вот у этого чувака, забывая постоянно его. И что с активами с иностранными? Что с внутренним бизнес-климатом в стране? Непонятно, непонятно, понимаете? Там тоже риски присутствуют. Вот это лидирующие сейчас, на данный момент, лидирующие экономические державы мира. В 21-м году фондовые рынки всех стран там росли, да, там бурный рост, ля-ля-ля, а Китай просто валился просто в жопу, потому что вот политика внутренняя, потому что так захотели руководство этой страны. Иностранные инвесторы сейчас боятся Китая и правильно делают. Сейчас у них там, если еще и с Тайванем, да, что-то произойдет, какая-нибудь заварушечка, это тоже, это тоже уже будет. Ну, короче, на это мы еще посмотрим. В общем-то, вот этот, друзья, шторм, который наблюдается сейчас просто везде, да, в мире. И назревает вопрос, друзья, а куда деваться вот с этого шторма, который либо уже идет, да, ну, у нас в стране, либо надвигается по всему миру. Куда деваться нам, простым людям, которым вот это вот все нахуй не надо, какие-то терки, там, военные операции, еще что-то. Мы вот просто обычные люди, да, ну, понятное дело, что мы против насилия, там, и так далее. Понятное дело. И мы просто хотим, ну, что там, жить, любить, там, развиваться, заниматься своим делом, в общем. Мы не хотим проснуться в один день и видеть, что, а, рубль обосрался. Или, а, инфляция, блядь, в долларе 7% официальная, да. Мы не хотим вот этих блокировки, средств, да, как у нас сейчас происходит в России, что не блокировки, а некие такие, знаете, ограничения, типа, вот столько выдаем, вот только тогда-то приходите, да, сука, это мои деньги, я их зарабатываю, я налоги плачу, да, от них, от заработка, и вы мне еще диктуете, как там, что покупать, что не покупать, сколько мне выдавать, сколько не выдавать. Ребятки, а вы не охуели ли хочется сказать, вообще нахуй, вы чё? Короче, суть вы поняли, хочется тихую гавань, тихую гавань, и сейчас я дам на это ответ. Я думаю, многие уже догадались, конечно же, речь идет про криптовалюты, про наши с вами любимые криптовалюты. Ох, как мне писали, я помню, неоднократно, вот куча людей мне писали, ну, я делал выпуск на канале, также можете посмотреть, если интересно, там более подробно про криптовалюты, про фондовые рынки в целом. Как мне писали, ой, блядь, да, типа, биткоин-то, это херня, ой, да крипта, это скам. Я помню, когда я в 16-м году познакомился вообще, в принципе, с криптовалютами, я тогда уже, ну, охуел от того, насколько же это, насколько же это, вот, идеальная система, которую просто надо чуть-чуть подшлифовать, да, чтобы для обычного рядового пользователя она была удобной. И все, это просто идеальная система. То, к чему, мне кажется, человечеству стремится, ну, вот обычные люди, да, такие, как мы с вами, мы к этому и стремимся. Сейчас я вам обязательно расскажу про это, не переключайтесь, да, как говорится. Я думаю, что и руководство стран, да, крупных, мелких, неважно, также будет задумываться о том, чтобы частично переходить, ну, начинать осваивать вообще криптовалюту. Ну, в общем, ладно, по поводу руководства страна я сейчас не буду загадывать, хотя мне кажется, что это очень даже возможно в ближайшие годы. Ну, не то, что там прямо год, там два, да, ну, окей, 10 лет, 20 лет. Мне сложно что-то предсказывать в этом плане, потому что человечество развивается такими космическими, да, такими космическими шагами. Помните, я в начале видео говорил вам про то, что когда-то для нас кнопочный телефон, это было типа, вау, можно разговаривать там, просто вот с телефончика, с этого маленького. Для нас это когда оказалось просто, ну, жесть. Я ж не зря об этом сказал в начале. Для того, чтобы вы поняли, насколько мы быстро развиваемся. Если раньше за интернет там надо было эти карточки вонючие покупали, там скорость какая-то, вообще писюлечка была, то сейчас просто вообще этот интернет, он просто, блин, везде летает. И так же непонятно, как с криптовалютой будет. Сейчас это кажется каким-то космосом, что руководство стран будут как-то использовать криптовалюту, метавселенные, NFT-технологии и так далее. Но я уверен, что пройдет время, сколько, 5, 10, там, 15 лет, и это войдет в обиход. Руководство стран будут этим пользоваться. Ладно, с руководствами стран пока отложим, да, это дело, потому что им там миллион раз надо все проверить и так далее, прежде чем начать пользоваться. Смысл не в этом. Смысл в том, что обычные люди, да, такие, как мы с вами, можем использовать эти блага уже сейчас. Прямо сейчас. Быстренько, вкратце, для тех, кто в танке, объясню, да, как вообще работает вот эта блокчейн-технология, да, ну, собственно, то, на чем основана вся криптовалюта. Для тех, кто знает, можете перемотать вот на этот таймфод. Наша система сейчас централизованная, то есть у нас есть регулятор и посредник в виде банка, который как раз-таки регулирует вот эту финансовую систему, да. То есть если я хочу передать деньги, допустим, своему другу, да, перечислить, транзакция сначала идет в банк, обрабатывается там, да, и потом уже деньги приходят нашему другу. В децентрализованной системе все работает напрямую, да, то есть я просто напрямую даю деньги своему другу. И все. Кто регулирует эту систему? Регулирует ее каждый участник сети. Давайте опять же объясню на примере, чтобы было проще понять. Вот есть стол, за этим столом сидит 10 человек. Я хочу передать 100 рублей человеку напротив. Все люди это видят, потому что я делаю это в открытую. Все участники сети это видят. Соответственно, я не могу сказать там как-то увильнуть, что я там дал тебе 1000 рублей. Ну, понятное дело, потому что все это видели. В случае же, как у нас сейчас, да, работает вот эта финансовая система, у нас информация об этой транзакции есть только у двух человек. Это у регулятора и у меня. Я отдал 100 рублей регулятору, он обработал их такой, ага, 100 рублей, там, отщипнул себе кусочек, да, там, узнал происхождение денег и так далее, и отдал, собственно, другому человеку. Остальные участники сети, они не знают ничего про эту транзакцию, понимаете? В этом и соль как раз-таки, что все прозрачно, все максимально прозрачно, и из-за этого нельзя никак, ну, обмануть, да, систему эту. Как это выглядит на практике? Любой абсолютно участник сети может посмотреть любую транзакцию, когда она происходила, с какого кошелька, куда она ушла и так далее. Ну, так работает в главной криптовалюте. Вот зная кошелек, да, важно не человека, а кошелек, мы можем посмотреть вообще все транзакции, абсолютно. Сколько ему приходило, откуда, куда потом уходят эти деньги и так далее, понимаете? А так как нет никакого регулятора, да, сверху, никто не главный в этой системе. У тебя никто не может забрать твои средства, никто не может заблокировать тебе твои средства. Все, что у тебя на кошельке, это твое. И государство, по сути, никак не может добраться до твоего кошелька. То есть даже если предположить, что руководство страны пришло к вам, да, и говорит, ну, вот у вас кошелек, такие-то транзакции, мы его хотим заблокировать, изъять ваши средства. А как доказать-то, что это мой кошелек? А это не мой, я скажу, кошелек, я не знаю, чей это кошелек. Помимо этого, также существует множество миксеров, да, которые, ну, якобы транзакции стекаются в один блендер, там перемешиваются и все, и потом невозможно отследить. Но это уже такие, знаете, глубокие технологии, об этом мы сегодня не будем говорить. Однако, почему конкретно биткоин, да, самая популярная криптовалюта, никогда не станет платежным средством и не нужно расценивать его как платежное средство? Нужно расценивать биткоин как такое цифровое золото, да, его так и называют цифровое золото. Потому что биткоин это дефляционный инструмент. Объясняю, биткоинов ограниченное количество. Его невозможно допечатать, да, как обычные фиатные деньги. Но опять же, как я и говорил, нет никакого смысла тратить дефляционный инструмент, да, ну зачем покупать мне за биткоин, там, чашку кофе, если я могу завтра на этот же биткоин купить две чашки кофе. Конечно, помимо биткоина существует множество других валют. Сегодня мы про это не будем говорить, потому что это такая долгая, это вообще отдельная тема. Также, помимо обычной криптовалюты, недавно появились такие термины, да, такие новые понятия, как метавселенные и NFT технологии. Я думаю, вы тоже о них слышали. В чем их, собственно, смысл? Метавселенные это виртуальное пространство, в котором можно будет взаимодействовать с людьми и цифровыми объектами. Я, кстати, в посте в своем телеграм-канале приводил примеры, что можно будет, допустим, не выходя из дома, да, надеть какие-то там приблуды для виртуальной реальности, да, и посетить магазин виртуально. То есть можно будет прикинуть, допустим, как у вас там, я не знаю, тумбочка будет смотреться в комнате. Или взять и какой-нибудь гаджет, да, в виртуальном пространстве, разобрать, посмотреть, примерить, и все это не выходя из дома. И это только один из вариантов использования. Также в игровой тематике уже сейчас есть игры, которые, ну, такая некая симуляция жизни, что ли. Там также есть недвижимость, там также есть какие-то площади, сдаются, да, магазины и так далее. И все это продается за реальные, причем космические какие-то деньги. Я думаю, все вы слышали про эти истории, что вот NFT, да, вот это как раз-таки NFT, NFT и метавселенная, они тесно связаны между собой. Виртуальные корабли там продают за миллионы долларов реальных денег, понимаете? В чем смысл NFT? NFT можно сравнить с правом собственности. Вообще NFT это не взаимозаменяемые токены. То есть, опять же, допустим, если вы дали в долг своему другу 100 рублей, вам по сути не важно, как он вернет, в каком виде эти 100 рублей придут. Два раза по 50, 10 раз по 10, или вообще он вам переведет эти средства на карту, вам не важно. Вот эти 100 рублей в данном случае, это будет взаимозаменяемый токен. Невзаимозаменяемый токен, это когда вы даете 100 рублей, и вам возвращается конкретно вот эта бумажка, вот эта бумажка, которую вы давали. Также можно сравнить с предметами искусства, да? Вот есть Мона Лиза, известная картина по всему миру. Есть множество копий, но оригинал один. Вот оригинал картины Мона Лиза, это как раз таки не взаимозаменяемый токен. Но в случае с реальными объектами, еще нужно доказать подлинность, там каких-то экспертов нанимать, там и так далее. В случае с NFT, каждая NFT привязана. То есть и каждый игрок, ой, игрок говорю уже, каждый участник сети может посмотреть. Опять же, как и в случае с криптовалютой, может посмотреть, кому это принадлежит. Это открытая публичная информация, друзья. В этом как раз таки опять и смысл, что невозможно как-то обмануть, там или еще что-то присвоить себе, да, взять чей-то NFT объект. Невозможно этого сделать, потому что все видят, что это вот, это его объект. И все. Вот она в чем прелесть. NFT технологии, метавселенные, да. В метавселенной можно вообще фантазию, просто там так разгуляться можно. Просто это все такие новые, новые штуки, новые технологии, которые пока еще не сильно развиты. Но я вас уверяю, в ближайшие годы, опять же, там 5-10 лет об этом заговорят. Вы еще услышите об этом. Вот просто вам отвечают, да, как говорится. Ну ладно, NFT и метавселенные, как бы смысл вы так же поняли, что это офигенные штуки. Возвращаемся к финансовой системе. Вот я предположил, что возможно будет частичный переход на криптовалюту. Вот если это произойдет, то все мы с вами понимаем, что, конечно же, криптовалютные активы, они взлетят. Они действительно взлетят, они станут более удобными для обычных рядовых пользователей. И тогда криптоиндустрия, она просто космическими шагами полетит вверх. И те, кто занимается криптовалютой, да, уже занимается или планирует заниматься в ближайшие годы, они, конечно, получат с этого огромный профит. Но даже если предположить, что все это, все, что я говорил до этого, это бред сумасшедшего, да, и никакого там перестройки, никакой перестройки финансовой системы не произойдет, даже при всем при этом, уже существующие криптоактивы в том виде, который они сейчас есть, это уже офигенный инструмент. Вот вы знаете, за это время, да, которое вот события происходят, военные операции, там, обвал рубля, обвал фондового рынка и так далее, я себя чувствовал спокойно только за свои криптоактивы, вот только в крипте я был уверен. Потому что, опять же, постоянные зрители знают, что у меня большая часть активов, она находится даже не в рубле, то есть я даже от обвала рубля-то особо не пострадал, да, хотя это, конечно же, неприятно. У меня в иностранных все активах, но даже здесь я не чувствовал себя в безопасности. Почему? Потому что вводятся ограничения какие-то, связанные с долларом, вводятся ограничения иностранными брокерами, что с россиянами они, ну, пока сейчас непонятно просто, то приостанавливают, то возможная заморозка там и так далее. В общем-то, везде какая-то дичь происходит, кроме криптовалют. Потому что, как я уже и говорил вам до этого, никто не может мне запретить использовать криптовалюту. Опять же, вы скажете, что есть риск того, что крипту запретят. Я скажу вам, что это, даже если такое будет, конечно, это возможно, наверное, но даже если такое будет, это настолько недальновидное решение, потому что, ну вот объясняю, да, есть кусок пирога. Согласитесь, глупо полностью от него отказываться и отдавать его своим конкурентам, да, я напоминаю, что как ни крути, странные между собой все равно конкурируют. Глупо его отдавать, когда ты можешь его зарегулировать и отщипнуть от него свой кусочек. Мало того, что ты упустишь прибыль, мало того, что ты отдашь этот пирог своему конкуренту, так ты еще и допустишь частичную утечку мозгов. Поэтому это невыгодно во всех вообще смыслах. И это крайне недальновидное решение будет. Но даже если предположить, что все-таки там Россия, допустим, на это пойдет, вам же никто, их невозможно эти активы отобрать, заморозить. Можно с таким же успехом, в конце концов, вылететь за пределы, выехать за пределы страны, как-то обналичить свои вот эти активы и все. Ребят, все в этом плане просто и прозрачно. Вот чем, вот чем прекрасна криптовалюта, понимаете? Как я и говорил в самом начале, да, вот в 16-м году, когда я познакомился с криптовалютой, я уже тогда понимал, что, ну, блядь, это просто прорывная вещь, понимаете? Ну, я сегодня вам рассказал, собственно, почему. И рано или поздно она войдет в обиход. Мир так устроен, что то, что легче, то, что удобнее, то, что прозрачнее, оно рано или поздно входит в обиход. Оно проходит через череду каких-то кризисов, да, непринятия, осуждения. Ну, что, сколько криков было про то, что, о, там, криптовалюта, это пирамида и херня. Сумасшедшая, блядь. Было несколько таких крупных достаточно падений и будут еще падения, я вас уверяю. Однако, рано или поздно криптовалюты войдут в обиход такого массового пользователя, да. И в этой ситуации, друзья, у нас есть два варианта. Первый вариант это быть таким неким, ну, просто наблюдателем, да, который смотрит за всеми этими переменами и просто наблюдает, в общем-то, и все. И потом уже, когда вся вот эта система, она войдет в обиход, и потом ему придется рано или поздно с этим сталкиваться. Либо второй вариант, участвовать в этом, приплыть в эту тихую гавань. А сами понимаете, те, кто раньше начнут в этом разбираться, они соберут самые сливки. И под этим видео вы увидите множество скептиков, которые будут так же кричать, что там криптовалюта это скам, что, ой, ну уже поздно заходить. Каждый год, вот каждый год про криптовалюту так говорят. И будет когда обвал, да, ну, возможно, если будет еще более серьезный обвал, будут они кричать громче всех, оу, я же говорил, там поздно входить, все, криптовалюта это скам. Каждый год одно и то же, ребят. Вот я вас прямо уверяю в этом. В общем-то, друзья, в связи с этим я объявляю о запуске своего обучающего материала, подобный, какой у меня есть по инвестициям на фондовом рынке. Полное наглядное обучение. Я буду рассказывать, опять же, и показывать то, чем пользуюсь сам. То есть не просто, да, голая теория, а пошаговая инструкция, как начать взаимодействовать и работать вот с этим криптомиром. Понимаете, друзья? И все это простым языком, все наглядно, без всяких там заумных слов и так далее. Релиз материала планируется на июль-август, а сейчас материал можно приобрести по предзаказу со скидкой 50%, который, конечно же, больше никогда не будет. Собственно, постоянные зрители моего канала, да, и те, кто приобретал предыдущий мой материал по фондовому рынку, понимают, что это не просто какая-то там маркетинговая уловка, а это правда, да, но тот мой материал уже. Кхуево тьму, время не существует, и так ни разу и не... А, один раз была скидка, окей, 50%, когда были вот эти вот военные действия. Ну, кто знал, ребят, что будет, блядь, такое происходить, я вообще в шоке. В общем-то, друзья, если заинтересовало, переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с подробностями. И на самом деле, друзья, хочу сказать, что неважно, будете вы там у меня обучение проходить, или же вы будете сами искать информацию. Важна суть именно сегодняшнего ролика, да, вот уловите суть, пожалуйста, что за вот этим криптомиром реально будущее, реально будущее. Как я и говорил в самом начале, я знал, что это будет постепенно происходить, но я не думал, что это вот начнется настолько быстро. Я предполагал, что ну окей, там, через 5-10 лет мы только начнем что-то какие-то движения в ту сторону. Но нет, оказывается, вот эта вся ситуация дала пинка всему миру под зад. Спасибо за просмотр, делитесь своим мнением в комментариях, всем пока.